Россия хорошо знакома с угрозой международного терроризма. Из всех бывших союзных республик именно наша страна стала объектом массовых, хорошо спланированных акций, как религиозных фанатиков, так и профессиональных наемников. Что преследует вообще такое явление, как терроризм, это обязательно общественный резонанс. Резонанс посеет ужас, посеет страх среди населения. И такой резонанс террористам нужен для изменения общественных настроений. Одной из страшнейших трагедий в современной истории нашей страны является теракт в Беслане. В 2004 году праздничная линейка Дня знаний превратилась в кровавый кошмар, длившийся три дня. Бандиты требовали вывода федеральных войск из Чечни, обещали убить всех – себя, детей, родителей, учителей. Вот это бег был мой лучший друг. Он умер. Габ со мной поступил. У него умерла мама в теракте. К зданию школы быстро стянули силовые службы. Из Москвы вылетели бойцы элитных спецподразделений ФСБ. Однако о силовом освобождении заложников никто не говорил. В заминированных по расстреливаемых помещениях было так много людей, что они жались друг другу. В здании стояла удушающая жара. Дети и взрослые теряли сознание от обезвоживания и истощения. Ребенок кричит, плачет, потому что он маленький, потому что он хочет пить, потому что он устал. Они кричат «Заткните ребенка» или «Мы сейчас перестреляем все плафоны, чтобы они вам свалились на голову и порезали вас». Развязка наступила неожиданно для всех. 3 сентября в 13 часов 5 минут раздается мощнейший взрыв. Всего через несколько секунд второй. Собравшиеся полицейские, родители, военные и волонтеры быстро понимают – взорвались бомбы боевиков. Здание школы частично рушится, из окон и дверей начинают выбираться раненые люди. Многие тут же падают. Террористы не мешка открывают огонь в спину бегущим заложникам. По свидетельствам очевидцев, отдельные боевые группы спецназа ФСБ сразу бросаются вперед. Легко вооруженные, без тяжелой бронезащиты и приказа выступать. Но было уже не до приказа. Спецназовцы пытались спасти столько людей, сколько удастся. Моментально появились потери. Раненых и убитых выносили сплошным потоком прямо под ураганным огнем боевиков. Происходящее ничем не напоминало специальную операцию или боевые действия, скорее беспорядочную бойню. Многие погибшие силовики имели входные пулевые отверстия в спинах. Они старались собой прикрыть людей, все еще остававшихся в школе. Отрезать захватчиков от заложников удалось нескоро и огромной ценой. Жертвами бандитов стали 333 человека. В том числе шестеро гражданских спасателей, двое сотрудников МЧС, один полицейский и десять офицеров элитного центра специального назначения ФСБ. Сегодня, вспоминая трагедию в Беслане, по всей стране отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Особую работу правоохранители проводят с молодежью. Именно подростки становятся основной целью агитаторов террористов. Работа у нас основывается в большей степени проводится именно с несовершеннолетними, именно с школьниками, с учащимися училищ, вузов. Сегодня, приобретя страшный опыт, Россия стоит в авангарде борьбы с международным терроризмом. Сотрудники спецслужб регулярно задерживают и ликвидируют активных и спящих агентов-боевиков, а вооруженные силы бьют бандитов прямо в их логове, на Ближнем Востоке. Однако дорогах сегодняшней эффективности оказалось полито кровью сотен наших сограждан.